всем добрый вечер мы с Санькой сегодня отработали потом быстренько еще поехали по магазинам Алиночка привет там вон Данечка сидит сзади играет с Джесси вот мы поехали быстро по магазинам нам надо было еще кое-что купить хочу немножко вам показать нашу такую небольшую закупочку и что мы еще купили в дом и для Джесси хочу еще вам показать кому интересно смотрите кому не интересно перематываете вот хочу вам первое показать это бутылочка Санька себе взял вот такая красивая пиво на пробу интересное такое будем пробовать потом вам скажем вкусное было или нет вот такой вот творог еще взяла в прошлом видео я вам показывала сырники творог был в таких маленьких кругленьких пакетиков в этот раз взяла вот такой вот большой он идет 600 грамм потом мы на взяли на пробу вот такой вот пломбир такой мы еще тоже не брали в такие стаканчики но этой марки я имею ввиду и вот такой вот шоколадный сейчас мы это мороженое уберем в морозилку а то она уже тает гречку взяли и гречку в пакетиках я еще взяла это для Алиночки чтобы ей было легче если что сварить а это я в основном варю потом вот такие вот еще берем пилимени нам они очень нравятся от фирмы да они дешевые но и вкусные и вареники это была закупка в русском магазине теперь дальше взяла для моей посудомойки вот такой вот соль от финиша потом для кастрюли мыть щетки Алиночка взяла себе маскару и для лица кажется это или какое-то масло умывается заехали в кауфлан взяли еще малинка она была в ангиботе по акции кажется 79 центов точно не помню мандаринчики первые наши в этом году посмотрим вкусные невкусные выбирала такие более менее чтобы были не сильно мягкие ну попробуем посмотрим вот такой вот рис Алиночки тоже она кушает кашку рисовую вот такой йогурт взяли лук нам надо было масло на хлеб мазать и вот такую вот хурму мы купили по-немецки она называется каки по-русски хурма очень вкусная я ее есть не могу кушает у меня ее Санька и Данька Алина не знаю даже точно ест или не ест Алин ты кушаешь и Алина кушает ну ладно иногда смотря как аллергия показывается так это было все такой еще шоколадный йогурт это что нам еще что я еще сегодня докупала потому что я вчера уже закупалась теперь я вам покажу что я купила еще для Джесси так для Джесси мы купили две пачки вот таких пеленочек так как мы ее еще приучаем к пеленкам помимо того что и на улицу она сейчас приучается постепенно мне еще нужны пеленки как всегда и ионую еду берем специально для йорков для щенят да сегодня я взяла еще вот такую вот шампунь новую хочу попробовать она с макадамия эля и если кто-то уже знает эту шампунь или пробовал ее напишите пожалуйста в комментариях довольны вы с такой шампунью или нет потому что сейчас я вам покажу в прошлый раз ой упала в прошлый раз я купила вот такую шампунь но у ней очень появляется перхоть да на кожу и она потом чешется поэтому я хочу попробовать в этот раз вот такую шампунь если у вас есть какой-то совет что здесь в германии можно купить для йорков я очень буду рада потому что здесь выбора очень мало для них и какая им лучше шампунь если у кого-то есть совет пишите пожалуйста в комментариях потом мы сегодня ей купили вот такую вот игрушку резиновая для зубиков и ион их надеюсь ей понравится сейчас и еще сполоскну потом вот такую вот такой вот мячик я и уже туда вот спрятала как вы видите здесь и и еду и ешнюю корм она уже пару штук вон здесь вот пустые где он выпало уже пару штук здесь вытащила потом вот такую вот резиновую косточку и взяла и вот таким шарики мячики они более немножко мягкие и поменьше не такой как тот бейсбольный мячик она его еле тащит потом нашла вот такую вот накидочку ей очень удобненькая она здесь и на заклетках мне очень понравилось она ее уже одевала и держит хорошо и тепло на ее размер прям классно вообще я теперь счастлива что хоть можно теперь с не выйти на улицу что есть такая тепленькая накидочка вот у нее здесь такой флис здесь а держит тепло очень удобно вот это вот была такая небольшая закупочка для джесси хочу вам еще показать купила сегодня еще вот такую вот корзиночку ей сюда мы складываем теперь все игрушечки и она подходит и их вытаскивает ну отсюда да теперь они не по всех хате здесь валяются в каждой комнате по 10 штук а вот здесь вот убираем сюда она приходит что и она хочет она берет и играется последнем видео как вы видели мы убирали наш тэпич потому что бою боюсь за него так как мы еще приучаем к пеленочкам что она может там написать да поэтому мы сегодня заехали в тэдокс и купили себе вот такой вот тэпич временный он такой недорогой был если вдруг что его можно постирать он здесь смотрите мягкий такой он здесь немножко вот как прорезинистый и его можно на 30 градусов машинке стирать если вдруг что-то у нас не пойдет не так что не можно не бояться и мы его можем постирать в машинке потому что без тэпича мы убрали как-то так неуютно и мы часто садимся сюда и и если там тренируем вот и она больше любит на тэпичи лежать да чем на таком голом полу потом когда уже она научится у нас ходить в туалет на пеленке чтоб нигде не мимо не ходила вот потом мы можем постелить свой опять назад а этот мы найдем место куда куда его пристроить алина сидит уже говорит мою комнату его потом у нее там классный такой тэпич был мы его постирали и у него качество не очень стало вот и камни лезет данечка у нас тут рисует для школы ему надо подсолнухи в вазе нарисовать мы это вообще надо было в школе сделать да не хватит там дырка скоро будет теперь он рисует дома потому что в школе он ему не понравилось что он нарисовал и он его выкинул да листок так а это шкодина здесь жрет шары вы мячики и ну ходи сюда и что что ты тут творишь а что у тебя за прическа такая бантик слетел резинка почти уже слетела вредина эй ты шкодина одни вон от мячика теперь эти валяются и что ты у меня забрала шкодничать здесь сюда не в комнате да ты шкодни шкодина ты маленькая всем привет я приехала с работы и у нас соседка у них здесь большое такое поле и много всегда деревьях они нам летом сливы давали сегодня она говорит у меня яблок много хотите яблок смотрите я поставлю вам перед дверью вот она нам принесла яблок собрала надо тут хорошенькие выбрать и можно сделать теперь яблочный пирог какой-нибудь спечь или пюре сварить еще джесси тут размюхивает их но она их собрала с пола земли поэтому они такие грязные я только что и увидела что здесь даже и груши есть еще твердой тут эти глазу по надо их тут все перебер перебирать и мыть и делать что-то будем делать что-нибудь с них такая вот у нас соседка добрая сливы дает яблоки дает даже это все интересно нюхает тут а чем же это все пахнет вот ребята получила я эти яблоки теперь простояла вот пол вечера с этими яблоки мы пока почистила пока их помыла но остальное я выставлю пока на улицу до завтра потому что надо эти ведра нам назад отдать и надо в наши ведра их пересыпать но я щас не хочу в гараж идти искать там ведра короче выставила их на улицу помыла посуду поставила яблочный пирог сделала уже и сварила компотик вот наш компотик было много это мы уже попили яблочки мы уже покушали было очень вкусно мы поели попили сейчас ждем яблочный наш пирог вот он у меня уже дожаривается что-то не фокусируется вот он какой красивенький я ему потом надрежу и вам покажу делается он очень легко и быстро и пекется в принципе тоже быстро сейчас я его уже буду вытаскивать потому что выглядит он уже готова сейчас палочкой проверю зубной этой как ее санштоха короче поняли вы меня проверю его сейчас если он готов будем его тоже кушать данька уже ждет не дождется потому что здесь уже запах на весь дом вкусно пахнет так у нас данька он сидит играет в playstation дань поздороваешься со всеми джесси как всегда у нас сидит под обуви это ее любимое местечко поэтому я не знаю не помню показывала вам или нет купила и сюда вот такой вот паласик сделала я ей тут очень нравится а так она всегда лежала здесь на голом полу и было мне так ее жалко думаю ладно куплю и паласик постелила сюда под обувь ей не очень-то все красивое здесь где она лежит но ей там нравится она всегда туда ложится хотела вот этот вот подон убрать отсюда но когда дождь слякоть или вот сейчас снег даже соль очень удобно когда вот сань санька после работы приходит или дети приходят сюда это мокрые обувь ставит да ну думаю ладно пускай стоит теперь и это здесь и красавица наша там теперь лежит всегда пирог у нас готов выключаем вот ребята какой он у меня получился смотрите вот тут везде вот яблочки это я в тесто полностью мешала кусочек яблочки кусочками очень вкусный аппетитный сегодня он сегодня он у меня что-то такой невысокий получился получился такой тоненький он у меня иногда получается высокий иногда невысокий по настроению наверно ребята скажите у кого вот так же как у меня стоят тут сковородки мне кажется это у многих что посуда ну сковородки стоят в духовке пишите в комментариях у кого точно так же как и меня каждый раз надо что-то в духовке печь или жарить всегда надо выставлять все сковородки оттуда но у меня некуда просто сковородки убрать кухня у меня небольшая она более такая маленькая шкафов мало для посуды приходится сковородки убирать в духовку ну и как бы уже и привыкла к этому потому что всегда даже и мама как тоже от ума ну от мамы наверное еще перешло что всегда сковородки почему-то ставили в духовку и до сих пор как-то я тоже это все делаю но надоедает когда если что-то жарить или что-то как я уже сказала там готовить да всегда надо их оттуда вытаскивать заставляешь свой рабочий стол и его и так нету и стоят еще и сковородки короче пишите все в комментариях у кого также или может быть есть какие-то идеи куда их еще можно спрятать и убрать все ребята будем пить компот и кушать яблочный пирог ну а кто с нами будет завтракать обедать или ужинать приятного всем аппетита ребята смотрите у нас вот такая вот машинка посудомоечная bosch да и у нас возникла такая проблема что я заметила в последнее время у ней посуда горечь какой-то отдает я например стакан беру воды наливаю туда попить и у меня такая горькая вот посуда горький стакан да может быть кто-то сталкивался с такой же проблемой и знает в чем это проблема или что это за проблема может пожалуйста напишите в комментариях потому что я не знаю что это может быть я уже искала и в интернете один пишет одно другой пишет другое и не знаешь к чему теперь это все относится или нам приход придется тоже менять эту машинку или может я уже пробовала вчера включала на другую программу даже стирать думала может быть в программе какой-то где ну это что она не поласкивает правильно или что но тоже тоже также у нас горькая посуда после мытья посуды я еще ставлю на поласкивание чтобы она просто сполоскнула водой тогда нам более нормально и не сильно горчит я думаю может это кляшку для что она неправильно там полоскать посуду или что он вроде бы выходит посуда также как всегда таблетки вроде бы тоже эти же беру я не знаю в чем причина может быть как я уже говорила сталкивался кто-то с такой же проблемой напишите пожалуйста может быть кто-то знает в чем это может там что-то забито может что-то надо что-то поменять или я не знаю я уже сейчас жду мою посуду и жду когда кончится эта жидкость чтобы ее больше не доливать и попробовать без нее постирать как это будет будет также такая же горечь или нет потому что я почему-то думаю что это все от этой жидкости вот это кляшку ли я не знаю как она по-русски называется но кто же вот здесь в германии меня поймет там где возле таблетки и добавляют еще вот эту жидкость чтобы не оставались опять на потом на посуде чтобы насушилась лучше так что жду в комментариях может быть кто-то и напишет